21 октября 1933 года. Во Львове, прямо в Советском консульстве, убит дипломатический работник СССР Андрей Майлов. 15 июня 1934 года. В Варшаве в ресторане расстрелян польский министр внутренних дел Бронислав Пиратский. Эти теракты – лишь первая проверка сил боевиков, недавно созданной организацией украинских националистов ОУН. Их главная цель – истребление всех неукраинцев и, в первую очередь, русских. Во главе украинских националистов стоит Евгений Коновалец – опытный, хитрый диверсант, на которого делает ставку сам Гитлер. В Кремль поступают донесения разведки, что бойцов ОУН готовят в Абвере для диверсии на Советской Украине. Их собираются использовать как ударную силу против СССР в предстоящей большой войне. В Москве решают обезглавить организацию украинских националистов. Но как подобраться к главарю боевой организации, которого прикрывает спецслужба нацистской Германии? И кому поручить это крайне опасное задание? Ноябрь 1937 года. Кремль. Сталин вызывает наркома внутренних дел Ежова и молодого сотрудника НКВД разведчика Павла Судоплатова. Тема секретного совещания – всплеск украинского национализма, поощряемого нацистскими властями Германии. Украинские националисты, которые были агрессивны, которые были фанатиками и готовы были лить кровь за свои идеи, для них никого лучше, чем Гитлер, просто-напросто не было. Потому что для них Гитлер был на уровне Бога. Он сейчас разрешит лить кровь, убивать всех тех, кто им не нравится. Украинские боевики сформировали две боеспособные бригады. Ее бойцы проходят боевую подготовку на базах Абвера. При этом все управление ОУН сконцентрировано в руках одного человека – Евгения Коновальца. Поэтому Сталин и поставил сразу вопрос, что в данной ситуации ликвидация Коновальца позволит затруднить дальнейшую деятельность организации, приведет к расколу в борьбе за лидерство и лично отдает приказ – главу ОУН Евгения Коновальца уничтожить. Конечно, документов на этот счет никаких нет, потому что такие приказы нигде и никогда не фиксируются. Из воспоминаний Павла Судоплатова. Сталин сказал, «Это не акт мести, хотя Коновальц является агентом германского фашизма. Наша цель – обезглавить движение украинского фашизма накануне войны и заставить этих бандитов уничтожать друг друга в борьбе за власть. Прощаясь, Сталин спросил меня, правильно ли я понимаю политическое значение поручаемого мне боевого задания? Да, ответил я и заверил его, что отдам жизнь, если потребуется для выполнения задания партии. Желаю успеха, сказал Сталин, пожимая мне руку. Мне было приказано ликвидировать Коновальца. В 1937 году агенту НКВД Павлу Судоплатову было всего 30 лет. Почему именно он получил такое важное и крайне опасное задание? Сможет ли он ликвидировать главу украинских националистов? Павел Судоплатов, 1907 года рождения. Отец украинец, мать русская, уроженец Мелитополя. Во время гражданской войны сын полка одной из частей Красной Армии на Украине. В 20-е годы работа в особом отделе в Мелитополе и Харькове. С 1932 года сотрудник ОГПУ, а затем НКВД в Москве. У Судоплатова аналитический ум, организаторские способности. Он хорошо говорит по-украински. Важно и то, что Судоплатов уже внедрен в ряды украинских националистов в Европе и стал там своим человеком. Осенью 1935 года его под именем Павлуся Валюха забросили кауновцам в Берлин. По легенде, Павлусь Валюх, сельский учитель из Украины, разочарованный в СССР. Он приехал под видом племянника одного из членов ОУН, на самом деле завербованного НКВД. Судоплатов прошел все проверки, которые ему устраивали. Он прошел трехмесячные курсы боевиков ОУН в Лейпциге. Его легенду проверяли и на Украине, потому что коновалец был человеком крайне осторожным. Он прекрасно понимал, в какую игру он играет. Он всегда ждал удара с любой стороны. Судоплатов, конечно, проявил здесь исключительное мастерство разведчика для того, чтобы войти в доверие к вождю украинских националистов Евгению Коновальцу. Коновальцу понравился простой украинский парень Павлусь Валюх. Казалось, что новый участник ОУН предан идеям украинского национализма и лично главе организации. Фюрер украинских националистов приблизил советского разведчика и даже стал брать с собой в поездки по Европе, а затем решил Валюха обучить и отправить украинское подполье в СССР руководить важными заданиями и диверсиями. Осень 1937 года. Судоплатов успешно возвращается в СССР, а ОУНовсы считают, что Павлусь Валюх начинает работать в советском подполье. Разведчик оформляется радистом на советское грузовое судно «Шилка», которое регулярно заходит в европейские порты. Это прикрытие очень удобно, так как Судоплатов поддерживает и контакт с центром в Москве, и ведет игру с украинскими националистами. Через Судоплатова советские спецслужбы собирают информацию об ОУН, а чтобы не было подозрений, передают националистам якобы важные сведения. Игра заканчивается, когда Сталин на секретной встрече приказывает ликвидировать коновальца. В Москве рассматривают разные варианты ликвидации коновальца. Первый из них – выстрел в упор. Этот вариант очень не нравится Судоплатову, ведь такой способ неизбежно привлечет внимание. Тогда специалисты находят простое, но изящное решение – коробка конфет. У главаря украинских националистов была слабость, любовь к шоколадным конфетам. И было решено, что на встрече с лидером ОУН Судоплатов передаст ему подарок с родины, внутри которого будет взрывное устройство. К производству замаскированного взрывного устройства были подключены ведущие специалисты взрывотехники НКВД. Возглавляет группу Алексей Тимошков, начальник отделения оперативной техники. Задача – создать взрывное устройство, полностью имитирующее коробку конфет. Не только внешне, но и по весу, и по ощущениям. То есть в 400 граммах должно было содержаться не только взрывчатое вещество, но и весь исполнительный механизм для взрыва. Все это надо было разместить таким образом, чтобы создавалась полная иллюзия, что это коробка с конфетами. Итак, бомба готова. В мае 1938 года Судоплатов отплывает из СССР, как радист грузового судна. Казалось, операция по ликвидации главы украинских националистов продумана до мелочей. Но не решен еще один очень важный вопрос. Как советскому разведчику остаться наедине с Евгением Коновальцем, чтобы тот не передал коробку с бомбой своему охраннику? Глава ОУН везде ходил только с телохранителем. В 1938 году авторитет Евгения Коновальца в организации украинских националистов очень высок. Его провозглашают вождем украинской нации, фюрером, как Гитлера. Главный украинский националист чрезвычайно заботился о своей безопасности. Но все же советский разведчик Павел Судоплатов смог подобраться к украинскому фюреру. Май 1938 года. Из Мурманска выходит грузовое судно «Шилка», на борту которого под прикрытием радиста находится агент Павел Судоплатов. Он везет для главаря ОУН подарок – коробку, в которой под видом конфет спрятана бомба. Это уже не первый рейс Судоплатова за границу. До этого он провел как минимум три личных встречи с Евгением Коновальцем в Европе, передавал информацию, уже дарил конфеты, настоящие. Это было для того, чтобы усыпить бдительность главаря ОУН и приучать его к мысли, что можно ненадолго для получения срочной важнейшей информации встретиться наедине. В Норвегии Судоплатов сходит на берег, чтобы позвонить Коновальцу и договориться о встрече, якобы передать сообщение украинского подполья и получить пропагандистскую литературу. 23 мая 1938 года. Роттердам. Нидерланды. В 11 часов 50 минут Павел Судоплатов встречается с Евгением Коновальцем в ресторане «Атланта». Это людное место, и именно поэтому главарь ОУН выбрал его для встречи. Из воспоминаний Павла Судоплатова. «Я вошел в ресторан, подсел к нему, и после непродолжительного разговора мы условились снова встретиться в центре в Роттердаме в 17.00. Я вручил ему подарок – коробку шоколадных конфет и сказал, что мне сейчас надо возвращаться на судно. Уходя, я положил коробку на столик рядом с ним. Мы пожали друг другу руки, и я вышел, сдерживая свое инстинктивное желание тут же броситься бежать». Судоплатов, выходя из ресторана, сворачивает за угол и в первом же магазине покупает себе шляпу и светлый плащ, меняет внешность. Уже на выходе из магазина разведчик слышит звук, похожий на хлопок лопнувшей шины. Взрыв. Похоже. На улицах паника. Люди бегут в сторону ресторана, но вовремя ли сработала бомба? Уничтожен ли глава украинских националистов? Этого Судоплатов не знает. Ему срочно нужно покинуть место операции. Коновалец приехал в Голландию по чешскому паспорту ради конспирации, поэтому полиция не сразу установила настоящую личность убитого. Сделать это удалось только вечером, когда был арестован охранник главы ОУН Барановский. Он пришел в гостиницу, где остановился его шеф и тут же был схвачен. Барановского привезли в морг и показали тело коновальца. «Мой фюрер!» – воскликнул телохранитель. Так полиция узнает, что убитый глава ООУН Барановский сообщает, что его фюрер должен был встречаться со связным Павлусем Валюхом и передает его фотографию голландской полиции. Она прочесывает все советские суда в порту, но тщетно. Границу Судоплатов пересекает на такси по чешскому паспорту. Ночью он уже в Париже и передает советскому связному кодовую записку. Подарок вручен. Посылка сейчас в Париже, а шина автомобиля, на котором я путешествовал, лопнула, пока я ходил по магазинам. Это означало, бомба передана главарю ООУН. Взрыв состоялся, агент успешно прибыл в Париж. Судоплатов одним ударом обезглавил ООУН и оставил украинских националистов без их фюрера. Кто убил Коновальца, в Европе этого не знал никто. Версий было множество. Коновальца могли ликвидировать поляки, советские спецслужбы или даже сами немцы, посчитав, что он слишком много знает. ООУН сразу же раскололось на две фракции – мельниковцев и бандеровцев, которые, будучи непримиримыми врагами, в борьбе за лидерство стали уничтожать друг друга. В результате этой междоусобной войны погибло свыше сотни активных националистов. Это достаточно сильно ослабило ООУН и в какой-то степени подорвало к этой организации доверие со стороны немцев. В 1941 году началась Великая Отечественная война, и ООУНовцы с самых первых дней показали свой звериный оскал. Они убивали мирных жителей десятками тысяч. Историки уверены, если бы Коновалец был жив, то было бы намного хуже. Именно Коновалец разрабатывал нацистскую идеологию ООУНа. Именно его фигура скрепляла украинских националистов вместе. И нам бы было бы намного тяжелее, а ООУНовцы пришли бы к началу войны гораздо лучше организованными и более многочисленными. И если бы не операция Судоплатова, ООУНовцы устроили бы во время войны планомерное массовое уничтожение русских, поляков, евреев, белорусов. Только в 90-х годах стало известно, что Коновальца устранил советский агент Павел Судоплатов. Легендарный разведчик сам рассказал об этом в своих мемуарах. Он скончался в 1996 году в возрасте 89 лет и не увидел, как идеи нацизма, с которыми он боролся всю жизнь, снова возродились на его родной Украине. Сегодня в Мелитополе, в родном городе Павла Судоплатова, установлен памятник этому легендарному советскому разведчику, а одна из улиц этого города стала носить его имя. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!